Доброе утро на 12 канале. Час новостей в студии Анны Черных и коротко о главном к этой минуте. Открыли бизнесу двери. Магазины площадью больше 800 квадратных метров сегодня смогут вернуться к работе. Какие еще ограничения сняли для предпринимателей? От вылета на встречку до реанимации по Домскому произошло серьезное ДТП. В числе пострадавших директор департамента спорта Константин Мельников. Оформила на себя сразу три кредита от рук злоумышленников. Пострадала еще одна амичка. Устроили балаган. Перетягу силой посостязаться или мешками друг другу поволтуйся. Прощения можно попросить. Катание на русской печке, ходьба на ходулях и угощение с хлебных деревьев. Расскажем, как амичи проводили зиму. И четвертый матч Комом. У Иртыша очередное поражение. Каков сейчас рейтинг у речников и есть ли у них шансы покинуть зону вылета? В регионе продолжают снимать ограничения, связанные с коронавирусом. Уже сегодня к работе смогут вернуться магазины площадью больше 800 квадратных метров. Это настоящий подарок для бизнесменов. Напомню, ограничения, касающиеся размеров торгового объекта, уже снимали прошлым летом. Но затем их снова ввели. Коммерсанты продолжали терпеть убытки. Теперь же официально можно вновь открыться. Также с этого дня детские игровые комнаты и развлекательные центры начнут принимать больше посетителей. Пускать гостей будут исходя из расчета площади. Не меньше 4 квадратных метров на человека. Ранее в помещении одновременно могли находиться не более 15 посетителей. При этом соблюдение санитарных норм остается обязательным. Масочный режим по-прежнему действует до 1 апреля. Так же, как и режим самоизоляции для мячей старше 65 лет. В Омск, наконец, придет весна. После морозных выходных в регионе потеплеет. Сегодня днем столбики термометров покажут минус 6-11 градусов. Осадков не ожидается. Возможно, изморозь. Завтра мячей ждет похожая погода, но местами уже потеплеет до минус 1. По северу области пройдет небольшой снег. В среду столбики термометров могут подняться до нуля. Но будет снежно. В некоторых районах даже ожидается метель с порывами ветра до 18 метров в секунду. В течение всей недели в регионе будет постепенно теплеть. По данным синоптиков, к выходным за окном уже будут плюсовые температуры. Дорожные службы тем временем работают по всем фронтам. Сегодня приведут в порядок больше 170 городских улиц. Прометут, счистят наледь и вывезут снег с Красных Зорь, Барабинской, 70 лет Октября, Светловской, Олега Кашевого и еще с нескольких десятков магистралей. Полный список улиц, на которых запланированы работы, сейчас на экранах. Только за минувшие сутки с городских дорог вывезли больше 12 тысяч кубометров снега. Израсходовали 300 тонн противогололедных материалов. Добавлю, особое внимание уделяют территориям у образовательных и медицинских учреждений. Работает как техника управления благоустройства, так и арендуемая. В состоянии средней тяжести директор департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта мэрии Константин Мельников и другие пострадавшие в ДТП с различными травмами продолжают находиться в реанимации БСМП номер один. Напомню, авария произошла в субботу. ГИБДД предварительно установила, что 38-летний водитель автомобиля КИА в районе 22-го километра трассы Омск-Муромцево не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ, за рулем которого находился 31-летний мужчина. Медики сейчас оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Полиция проводит проверку дорожно-транспортного происшествия. Снизят цены на перелеты, Омское правительство выделило 100 миллионов рублей на субсидирование авиарейсов. Доступнее теперь станут следующие направления. Барнаул, Тюмень, Новокузнецк, Самара, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону и Екатеринбург. Заявки на получение субсидий подали 4 авиакомпании. Минстрой региона одобрил каждую. Так, например, благодаря поддержке правительства билет в Екатеринбург обойдется в 1500 рублей. В Самару чуть больше 4000. Добавлю, всего в этом году из Омска будут летать 10 субсидируемых рейсов. Жизни и здоровью ничего не угрожает. Малыша, пострадавшего при пожаре в больших уках, перевели из реанимации в обычную палату. Впереди предстоит пластическая операция по восстановлению кожи рук. Процент поражения небольшой, так что врачи дают хорошие прогнозы. С пятимесячным малышом находится его бабушка. Напомню, трагедия произошла в ночь на 8 марта. При пожаре в больших уках погибли 25-летняя женщина и двое ее детей. Еще одного ребенка из полыхающего здания вынес его отец. К слову, именно его подозревают в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, глава семейства, собираясь чинить бензопилу, занес ее в дом вместе с пластиковой канистрой, наполненной топливом, и оставил отогреваться возле печи. Подозреваемый под подпиской о невыезде ему грозит до 4 лет тюрьмы. За служение Омской области губернатор Александр Бурков вручил почетный знак отличия Владимиру Барнашову, легендарному биатлонисту. Ни одному спортсмену из нашего региона еще не удалось повторить его успех в зимних видах спорта на Олимпийских играх. В 1980-м он взял золото и, как отметил губернатор Владимир Барнашов, является кумиром как для многих начинающих биатлонистов, так и для профессионалов, которые сегодня выступают за сборную страны. Церемония награждения состоялась во время открытия межрегионального турнира. Он собрал около 80 ребят из Омской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. В авиатопухоль даже на начальных стадиях в Омске онкодиспансер поступил уникальный маммограф. Аналогов аппарата в регионе нет. По словам специалистов, эта установка самая современная в своем классе. Врачи смогут проводить исследования с применением контрастного вещества. Процедура займет всего 10 минут. При этом такая методика выявит новообразования, которые не определялись при обычной маммографии или УЗИ. От результатов будет зависеть и тактика лечения. Приобрели маммограф по национальному проекту здравоохранения. Обрадовалась полученным кредитом и отдала все деньги неизвестным. Омская полиция проводит расследование дистанционного мошенничества. С заявлением к ним обратилась самичка. Женщина рассказала, что ей позвонили и сообщили об одобренном кредите. Все остальное общение с неизвестными продолжилось уже в мессенджерах. Оказалось, что женщина получила сразу три кредитные карты. Деньги с них нужно было снять и перевести на якобы безопасный счет. Потерпевшая так и сделала, поверив обещаниям, что вся сумма вернется. Однако в указанные сроки кредитки так и не были закрыты. А на звонки или сообщения псевдоработник банка больше не ответил. За женщиной образовался долг в 260 тысяч рублей. Полиция проводит проверку. Омские студенты на день стали именитыми учеными. Областные студотряды проводников приняли участие в ежегодном весеннем квесте. В этом году его посвятили сразу двум важным событиям. Годовщине воссоединения Крыма с Россией и Году науки и технологий. Каждая из команд подготовила тематические костюмы. Из-за ограничений в регионе традиционный массовый старт отменили. Так что студенты начали обход станции в назначенное время. Один старт каждые 30 минут. Задания для них подготовили как интеллектуальные, так и на физическую выносливость. Спортивные конкурсы помогли согреться. Так как сезон студенческих отрядов проводников только начался, на станциях ребята будут выполнять задания на командообразование, на сплочение. Но в то же время это будет привязано к тематике. Чтобы отряды между собой познакомились, чтобы конкуренция возросла. И на будущих мероприятиях как раз был уровень этих мероприятий выше. То есть ребята в начале весны бегают, сплочаются, проявляют свои спортивные и физические навыки. Тем самым заряжая себя на будущий сезон. Блины с сюрпризом, детские забавы и катание на русской печке. В старине сибирской с самоваром и угощениями весело встретили весну. На деревенской ярмарке выросли хлебные деревья. А в одном из домов малыши посмотрели на Петрушкин балаган. Не обошлось и без старинных обычаев игры в кубарь. Участники раскручивали деревянную игрушку с помощью кнута. На мастер-классе мечи делали своими руками соломенную куклу-масленицы. А богатыри померили с силой. Добрые молодцы да богатыри, красные, сильные. Проходить к нам на казачьи развлечения. В перетягу силой посостязаться. Или мешками друг друг поволтуйся. Сегодня прощения можно попросить. Ну а после сытной встречи масленицы у православных христиан начался Великий пост. Он продлится 48 дней до 1 мая. Проводится он в память о том, как Иисус голодал в пустыне, а также о последних днях его жизни. Этот пост считается самым строгим. Больше всего ограничений в первую и последнюю неделю. Сегодня рекомендуется полностью отказаться от пищи или включить в рацион продукты, которые разрешены на протяжении всего поста. Это фрукты и овощи, хлеб, мед и орехи. Каждые выходные можно есть горячую пищу с растительным маслом. Выбор напитков также разнообразен. Вода, компоты, соки, чай и кофе. За весь пост можно сделать послабление для трех дней. Так в Благовещении вербное воскресенье разрешено съесть рыбу, а в Лазареву субботу рыбную икру. Во время поста полностью запрещена мясная и молочная продукция, сливочное масло, яйца, сдобный хлеб, выпечка и шоколад. Следить нужно и за своими эмоциями. Унывать, злиться и таить. Обиды нельзя. Омский ртыш на выезде уступил лидеру чемпионата ФНЛ самарским крыльям советов. На игру против самой забивающей команды в лиге Евгений Харлачев выпустил в стартовом составе пять защитников. Но это не помогло сдержать мощный натиск хозяев. Уже на пятой минуте за игру рукой в ворота речников был назначен пенальти, который хладнокровно исполнил Иван Сергеев. После такого нокдауна мячи оказались прижаты соперникам на своей половине поля, но действовали уверенно. На 42-й минуте крылышки удвоили преимущество, но под занавес первого тайма Денис Магадиев сократил отставание 1-2. Во втором тайме характер игры не изменился и ртыш продолжал играть от обороны. На 10-й минуте самарцы забили еще один мяч в ворота Владислава Политаева, установив итоговый счет 1-3 в пользу крыльев советов. «Были неплохие отрезки в исполнении нашей команды, когда забили мяч и были хорошие атаки проводили, которые могли результативно закончиться для нас. Но дали очень много свободы и действий игрокам соперника на флангах, о чем договаривались, предупреждали. Но, к сожалению, это получилось. Наверное, все закономерно. Наверное, на данный момент мы не готовы конкурировать с таким грозным соперником, как Крыльев советов». В 30 предыдущих турах Иртыш заработал 30 очков и занимает 17-ю строчку в турнирной таблице. Отставание до Краснодара, расположившегося по ту сторону границы зоны выживания, всего 4 очка. Впереди у речников еще 12 игр. Ближайшая состоится дома 20 марта. Соперником станет Астраханский Волгарь. Продажа электронных билетов на матч уже стартовала на официальном сайте Иртыша. И последние амичи смогут отправиться на теплоходе в Большеречье. Речной маршрут заработает с 1 мая. По предварительному графику ходить теплоход будет 6 дней в неделю, кроме воскресенья. Планируется совершать по два рейса из Омска в Большеречье и обратно. Туда дорога займет 6 часов, назад 7 с половиной. Билет в одну сторону может обойтись в 380 рублей. Возить пассажиров теплоход будет до 31 августа. Добавлю, что в начале января среди амичей проводили опрос о возвращении речных маршрутов Омск-Большеречье и Центр-Зеленый берег. Большинство респондентов высказалось за возобновление рейсов в этом году. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы укладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Мед с лучших пасек страны. В Омске новые виды этого полезного продукта в наш город привезли пчеловоды со всей страны. На традиционной ярмарке меда амичам предлагают как лечебные сорта, так и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Для всех покупателей действует акция при покупке килограмма любого меда банка цветочного в подарок. Подробности далее. Опытные пчеловоды привезли в Омск десятки видов вкусного и полезного лакомства с лучших пасек Алтая, Башкирии и Дальнего Востока. Кроме классических сортов – липовый, цветочный и разнотравья. Амичам предлагают попробовать и десертные с добавлением свежих фруктов и ягод. Кроме того, на ярмарке широкий ассортимент целебного меда с добавлением пчелопродуктов. Сейчас в период вирусных заболеваний и простудных порекомендовала бы уникальный наш пчелопродукт – это пергаз с узковой молей и прополисом. Он повышает иммунитет, придает бодрости и сил. Тут полный комплекс витамин, витамины, поливитамины, аминокислоты, которые полностью усваиваются организмом. Помимо большого выбора и выгодных цен, покупателей ждет и приятный сюрприз. Все дни работы ярмарки действует акция. При покупке килограмма любого меда – килограмм цветочного в подарок. Попробовать и выбрать полезное лакомство по своему вкусу, амичи могут сразу на нескольких площадках. Выставка продажа меда проводится с 12 по 15 марта в экспоцентре остановка «Континент» и в ДК имени Малунцева по адресу Проспект Мира, 58. Спонсор прогноза погоды – ИП Севкова Марина Балакановна. Выставка продажа теплиц в Омске. Сегодня 15 марта в городе Облачно днем на термометрах минус 11-15, в районах дневная температура 14-16 ниже нуля. Ветер западный 4 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Если хочешь летом богатый урожай, ты зимой теплицу со скидкой покупай. Выставка продажи теплиц в Омске. Крепкие, надежные, гарантируют. При покупке теплицы сейчас хранение до установки бесплатно. Получи скидку на монтаж или теплицу. И парник в подарок. Пенсионерам скидки. Площадь у хит интерьера и континента. Подробности по телефону 50 50 23. Следующий выпуск новостей смотрите в 14 часов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова